Добрый день всем, всем присутствующим на нашем прямом эфире. Эфир ведется из Ростова-на-Дону. Меня зовут Овешникова Наталья. Если здесь есть новенькие, кто меня не знает. Будем с вами в дальнейшем общаться. Я представляю Центр Вивасан в Ростове-на-Дону. Работаю уже не один десяток лет, больше десяти лет в Вивасане. Имею огромный опыт работы, консультирую по аромо- и фитотерапии. Но именно в плане работы с швейцарским концерном Вивасан. Сейчас я попрошу всех, кто присутствует на прямом эфире, или написать, из каких вы городов. Надеюсь, что микрофоны пока мы просим отключить. И включить их только, когда пойдут уже вопросы голосом, когда будет такая возможность. А пока, если по ходу моего материала у вас будут появляться какие-то свои вопросы, я попрошу их писать в чате. Работа в Зуме довольно легкая, поэтому, я думаю, новенькие там, кто есть, быстро освоятся. В дальнейшем будет запись прямого эфира. И в конце эфира у нас будет такой момент общения с моими коллегами, когда они тоже смогут поделиться своей практикой по данному вопросу. Как помочь своему организму прийти в норму после перенесенного вирусного заболевания. Ну вот тема такая вирусы, она довольно обширная. Ведь на самом деле вирусов огромное количество, их миллионы. Мы живем в мире, честно говоря, вот вирус. Вирусные инфекции бывают разные. То есть, допустим, вирус кори, вирус герпеса, паравирусы. Это все вирусы. Вирусы – это своего рода паразиты. Они не могут существовать вне клетки. И это нужно понимать. То есть в обычном пространстве они существуют некоторое время и потом гибнут. Им нужно попасть в живую клетку. Это может быть животное, это может быть растение, это может быть человек. Любой живой организм. Но сегодня у нас, конечно, тема не может осветить все виды вирусов. Да нам это и не надо. Мы будем разбираться с тем, с какими сезонными вирусными инфекциями мы сталкиваемся. Почему именно осень и зима, да, вот такой проблемный период. И нужно сказать, что вся эта группа таких сезонных вирусных инфекций, она называется респираторные вирусные инфекции, да, и грипп. Отдельно вирусы гриппа. Что же такое респираторно-вирусные? Это вирусы, которые попадают внутрь через дыхательные пути. И вот смотрите, респираторные, это как раз в переводе и будет означать дыхательные пути. Это носоглотка наша, нос, горло. И, кстати, в Вивасане, вот мои коллеги подтвердят, у нас есть композиция эфирных масел, поскольку мы активно работаем с эфирными маслами производства швейцарского завода Александр Ароматика. И вот там есть композиция, которая так и называется респира, дыши. То есть здесь прямая связь с медициной, да, относим прямо сюда. И вот эти респираторно-вирусные инфекции сезонные, они повторяются из года в год. Они были такими и 10 лет назад, они были и 30 лет назад, и 50, и гораздо более длительный период. Просто они меняются, они видоизменяются, появляются новые виды, новые штаммы вирусов. Это связано во многом с тем, что меняется подход человека к лечению, да, официальной медицины. И меняются лекарственные формы, которые назначаются медициной, врачами для лечения подобных инфекций. То есть это противовирусные препараты. И вот нужно отметить, что раньше вообще-то больше были инфекции бактериальные. То есть вирусы и бактерии – это вообще разные вещи, да. У нас нет, допустим, вируса стафилокока или рептокока – это бактерии. И вот раньше были в большей степени выражены какие-то бактериальные заражения организма. Или, допустим, бактериальная инфекция присоединяется к вирусной. Это мы имеем и сейчас. Но в сегодняшнем мире мы имеем также, к сожалению большому, вирусы, созданные искусственно. Мы столкнулись с ними в последние годы, да. Это вот ковид, коронавирусы. Коронавирусы существовали очень давно. Они существуют сами по себе в природе, да. Они были выявлены еще в 60-х годах прошлого века. Но сейчас мы столкнулись с искусственным вирусом. И это гораздо сложнее и тяжелее в лечении. Вирусы гриппа тоже есть разные, да. И мы тоже столкнулись со сложными формами гриппа. Вот как отличить, допустим, ОРВИ, да, ОРВИ, от ОРЗ, острое респираторное заболевание, или острое респираторно-вирусное заболевание, или грипп. Чем они отличаются? Они отличаются, ну как бы проникновение идет одинаковое, да, внутрь организма. В основном воздушно-капельный путь, но еще может присоединяться как бы тактильные, да, вот такие вещи. Но в принципе основное – это воздушно-капельный путь. А вот дальше, как эти вирусы воздействуют, они же разные, как они воздействуют на организм, вот мы и видим. Это различие. ОРЗ – острое респираторное заболевание. Здесь вирусов может как бы и не быть как таковых серьезных, вот, но поражаются верхние дыхательные пути. Это в основном проявляется чиханием, слезоточением, там, каким-то, какой-то слабостью небольшой. Проходит очень быстро, да, обильное питье, никаких антибиотиков, прочих серьезных вещей не надо, да. В тепле держать себя, посидеть дома, перестать контактировать. Ну и профилактические меры, естественно, мы тоже используем вот вивасановские. То есть это у нас экстрагрифрутовых косточек, это эфирные масла, это наши лечебные кремы на основе эфирных масел. Крем Тимьян прежде всего. И также наш маленький бальзамчик альпийские травы, да, там 33 эфира, какие-то сиропы общие укрепляющие и просто даже травяные чаи, побольше питья. И в принципе ОРЗ проходит где-то за 5 дней. У РВИ это уже четко поставленный диагноз респираторное вирусное заболевание. И протекает уже совсем по-другому. Затрагивает уже гортань, да, здесь у нас уже идут и проявления ларингита. Здесь могут воспаляться миндалины, здесь краснота в горле. Может быть нос более серьезно затронут, да, может быть уже серьезная заложенность носа, такое уже и отделяемое, серозное, да, уже не просто вот жидкая водичка течет, а густое такое отделяемое. Головные боли могут быть довольно сильными и уже температура. Температура может подниматься где-то до 38-38,5, вот где-то так. Кстати, до этой температуры мы ее, до этих порогов, мы ее не сбиваем. Иммунная система должна справляться сама, мы просто ей помогаем. Ну, поговорим об этом еще. И следующая, значит, разновидность – это гриппы, гриппозные инфекции, вирусы гриппа, их тоже несколько. Вот в последнее время мы столкнулись там, скажем, и со свиным гриппом, и вот птичьим гриппом. То есть это те вирусы, которые поражают животных, птиц и человека, да, более тяжелые формы. Здесь уже и более высокая температура, и могут воспаляться лимфожелезы, и инфекция спускается глубже, это трахииты, это бронхиты и так далее. Здесь инфекция протекает более длительно, от 10 дней и более, до 3-4 недель может сохраняться уже после даже как бы выздоравливания, да, после там двух недель. Еще остаточные явления, не осложнения, но остаточные явления. То есть это может быть слабость, это может быть плохой сон, это может быть утомляемость, плохой аппетит. Вот такие проявления. То есть они постепенно уходят, если заниматься этим, да, заниматься своим здоровьем. Ну вот приблизительно вы получили такую градацию, она, конечно, очень, ну скажем так, вот неглубокая, но основные моменты я обозначила, чтобы можно было понять, что же именно у человека, да, к какой группе заболеваний можно это отнести. Это заболевание, как я говорю, уже по большей части сезонное. Ну и вот самая тяжелая форма вирусной инфекции, это коронавирус COVID-19, с которым мы столкнулись последняя пандемия. То есть широкий охват этим вирусом многих-многих стран и континентов с тяжелыми последствиями. Сегодня мы поговорим не о том, как лечить ту или иную инфекцию, мы об этом говорили и на предыдущих эфирах, да, вирусные заболевания. А сегодня мы поговорим о том, как выйти, как восстановиться после этих инфекций, как избежать тяжелых осложнений. Ведь любое вирусное заболевание чревато серьезными осложнениями. И вот, кстати, медицина наша официальная, в основном, скажем, если назначают антибиотики, то антибиотики на вирусы не действуют. Они действуют против бактериальных инфекций, которые являются осложнениями вирусных заболеваний. А осложнения у нас могут быть и на сердечно-сосудистую систему, и на нервную систему, головной мозг, и на легкие, чем чаще всего мы встречаемся, да, это бронхолегочные уже тяжелые формы, там, пневмонии и так далее. Вирусные инфекции нередко дают осложнения на почки и на суставы. Осложнения могут возникать как у детей, так и у взрослых. Поэтому, конечно, нужно держать руку на пульсе и контролировать каждый день самого заболевания и всячески поддерживать, помогать иммунной системе справляться с заболеванием, чтобы не выйти потом в осложнения. И вот человек вышел из заболевания, все прекрасно, ну как, не все прекрасно, но уже есть определенное спокойствие, да, выдохнули. Прошел острый период, уже пошло все на спад, уже вроде как и температуры нет длительное время, допустим, да, уже совсем она ушла не субфибрильной, низкой, никакой нет температуры, уже можно успокоиться. Проходит неделя, две, три недели, и человек все равно жалуется, не могу войти в рабочий ритм, тяжело на чем-то концентрироваться, на учебе или на работе. Бывает такое, что потливость сохраняется, слабость сохраняется, упадок сил, отсутствие настроения и отсутствие аппетита. Недаром же говорят, здоровый человек всегда имеет хороший аппетит, а здесь мы часто наблюдаем отсутствие аппетита. Вот такие последствия могут сохраняться даже довольно длительное время. Иногда люди жалуются вот после тяжелых вирусных инфекций, даже неподтвержденного коронавируса. Люди могут в течение нескольких месяцев даже жаловаться на вот такие симптомы. Их может быть совокупность, может быть какой-то один или два симптома. Вот я не говорю даже об осложнениях, мы сейчас говорим просто вот о таких симптомах, да, как след вот такой, который идет за вирусным заболеванием. Хвост, хвост, который мешает нормальной активной жизни человека. Вот скажите мне, пожалуйста, напишите в чате, кто сталкивался с вот какими-то такими проявлениями. Может быть лично, может быть среди близких, знакомых. Есть такое? Есть такое, да? Ну, что мы можем сказать по этому поводу? Само по себе не рассосется. Довольно, ну я не знаю, может быть один случай на тысячу, когда само по себе рассосется. Это нужно иметь необыкновенно крепкий организм. И закаленный организм, тренированный организм, без вредных привычек, живущий организм, находящийся в идеальных условиях. Но, к сожалению, мы такое не наблюдаем в нашей жизни. Это практически нереально, даже при всем желании человека, да. Так, что у нас там? Вот, поэтому, естественно, выход из заболевания может быть довольно длительным. Что же Вивасан рекомендует предпринимать, чтобы убрать вот эту не очень приятную симптоматику, да? Наладить свой организм, гармонизировать работу всех систем. Ну, конечно, мы не говорим, что нужно здесь продолжать принимать противовирусные какие-то, да, наши средства. Там экстрагрифрутовых косточек там длительно принимать, чайное дерево длительно принимать. Хотя можно принимать периодически небольшими курсами, скажем, экстрагрифрутовых косточек уже в малых дозировках, ну, недельки по две, да, принимать дальше, несколько месяцев, да, с перерывами, там, скажем, две недели. Потому что есть вирусы, их же никто не высевает, да, вот мы не выявляем, какой конкретно вирус поразил нас. Но есть вирусы, они, их особенность какая любого вируса, я уже говорила, они живут в клетках. И есть очень живучие вирусы, и они могут жить в клетках очень-очень долго, поражать ту или иную систему в далекой перспективе. Поэтому наша задача не дать этому вирусу сделать вот эту свою не очень хорошую работу, свое черное дело. Но активно противовирусные наши продукты, да, мы в больших и длительных дозировках уже не рекомендуем назначать. А поддерживающая и восстанавливающая терапия, это прежде всего, конечно, работа с желудочно-кишечным трактом. И я сейчас могу привести такие примеры даже по работе с детьми. Когда частые ларингиты, бронхиты, при назначении наших вот стандартных таких вещей, как иммунфит, можжевеловый сироп, допустим, да, терапия эфирными маслами, не давали полноценного эффекта, если не подключали экстракт артишока. Как только подключали экстракт артишока, вот в кратчайшее время, даже вот в течение недели, шел уже результат на биопульсаре. Многие знают этот наш прибор, да, и насколько чутко он реагирует. Я могу сказать, что после перенесенной вирусной пневмонии остаточные явления, то есть саму пневмонию, прибор показывает. И он прямо четко там пишет, пневмония, то есть вирус еще не ушел, пневмония еще есть как таковая, да, в остатке там. Вот, и точно так же по там бронхитам, да. Вот, но как только подключали артишок, в ближайшую неделю уже совершенно была другая картина на том же биопульсаре. И человек тоже чувствовал уже конкретные изменения, да. Вот, поэтому прежде всего мы работаем с желудочно-кишечным трактом. С флоромаксом мы работаем длительно. И я хочу сказать, без артишока флоромакс даст очень маленький и нестабильный результат. Это уже точно известно на практике, потому что кишечник не работает, это не самостоятельный орган. Это орган в системе желудочно-кишечного тракта. И здесь прямая взаимосвязь с выше расположенными органами, прежде всего с печенью, с желудком, также с поджелудочной. Те процессы, которые происходят в этих органах, от того, как они происходят, насколько полноценно работают эти органы, насколько эффективно они справляются с нагрузкой, а еще вирусная нагрузка, да, а то и легко справляются с последствиями вируса кишечник. Поэтому крайне, ну скажем, неправильно, да, неграмотно решать вопрос только назначением бактерий. А, например, мы знаем в официальной медицине, что назначаются противовирусные препараты, антибиотики часто. Если неделя там врач наблюдает, нет, допустим, какой-то положительной динамики, начинают уже назначать антибиотики, боясь вторичной инфекции или осложнений. И вот тогда нагрузка на организм увеличивается многократно. И врачи назначают какие-либо там препараты аптечные, да, восстанавливающие якобы кишечную микрофору. Не получится такого результата. Уже наблюдали, когда люди жалуются и через месяц, и через два, и через три на определенные симптомы, даже по нарушению работы всего желудочно-кишечного тракта. То есть вот картина на лицо, что называется. Поэтому обязательно рекомендуем и детям, и взрослым экстракт артишока. Если кому-то нельзя, есть противопоказания, там, вентильный камень, да, в протоке вентильный или рядом, или забит желчными камнями, конечно, это уже сложно. Тогда ультразащита печени и флоромакс. Флоромакс. Пьются длительно, пьются курсами, повторяющимися. Флоромакс несколько месяцев с промежутками, да, то есть упаковки взрослому там с 12 лет хватает на 15 дней. То есть 15 пьем, 15 отдыхаем. Опять 15 пьем, 15 отдыхаем. Это минимальный курс вот два месяца, то есть, ну, две упаковочки. На самом деле это минимальный курс. А при тяжелых инфекциях нужно пить гораздо более длительно. Это от трех месяцев и более. Это касается и малышей. Да, и вот иммунная система, недаром же говорят, где-то до 80% она заложена в кишечнике. Поэтому работаем с желудочно-кишечным трактом длительно. Даже не сомневайтесь, в этом результат вы получите. Но параллельно, конечно, мы рекомендуем тогда, когда возможно, нигенол, сильнейший наш продукт капсулированный, лекарственная, подчеркиваю, лекарственная форма черного тмина, замечательного растения, которое работает и как противовирусное, антибактериальное. Например, расшлаковщик выводит из клеток все шлаки и токсины. То есть, обращаю ваше внимание, многие люди считают, что шлаки и токсины – это вот, грубо говоря, то, чем забит наш желудочно-кишечный тракт. Мы сейчас говорим о тех шлаках и токсинах, которые находятся внутри клеток самых различных органов. И вот артишок, нигенол и другие некоторые продукты наши, они являются расшлаковщиками именно на таком клеточном уровне. Также работает как расшлаковщик наш зеленый чай с мятой в табликированной форме, назначается даже детишкам. Прекрасно работает на таком же, скажем, серьезном уровне у нас. Ну, я не скажу, что расшлаковщик, но великолепный клеточно поддерживающий продукт для иммунной системы – это черниковитал. Это иммунфит при тяжелейших даже вирусных инфекциях, бронхолегочного или другого характера, очень быстро ставит на ноги. Потому что туда входит экстракт эхинации, причем из цветковой эхинации, да, то есть это самое серьезное такое действующее вещество, оно содержится в цветках. Сюда входит также экстракт кимьяна, экстракт бузины, экстракт шалфе и медмануки, да, это то же самое чайное дерево, его разновидность. Но действует мягче, чем чайное дерево, но посильнее. Состав широкий такой, да, тоже можно детишкам, можно взрослым в период восстановления. Очень часто врачи рекомендуют при восстановлении усилить, ну, увеличить количество витамина Д, да, назначают и магний. То есть путем лабораторных анализов была выявлена такая закономерность, что в период и после респираторно-вирусных инфекций в организме есть нехватка этих компонентов. Ну, что сказать, мы назначаем наши витамины бодрость в данный момент, да, там полный комплекс, там и фолиевая кислота, там и магний, там и калий, там витамин С природное, природного происхождения. То есть там цинк, там йод, там вся таблица Менделеева, можно сказать, все основные элементы. И чернику назначаем, но мы их параллельно не назначаем, мы их чередуем, да. В чернике может, да, не такой широкий комплекс, как в бодрости, но дело в том, что чернику можно назначать раньше, чем бодрость. Когда еще не восстановлена вся функция, полностью функция желудочно-кишечного тракта на восприятие витаминов, микроэлементов, минералов, да. То есть они не будут всасываться в полном объеме. А вот черника, она всасывается уже при попадании в ротовую полость. Вот такое ее свойство. То есть по существу для нее неважно, в каком состоянии находится желудочно-кишечный тракт. Поэтому начинать можно именно с нее. Недаром же черника идет в комплексе артишок, черника и флоромакс. Для иммунитета вот ребенка прежде всего. То есть обращаем внимание. Естественные масла, да, то есть не бросаем их. Продолжаем холодные ингаляции. Если с кашлем там проблемы, можем делать и горячие ингаляции просто уже может быть не настолько интенсивно. А если просто вот какая-то общая слабость, депрессивное немножко состояние, то это, конечно, идет постепенно все. Постепенное восстановление желудочно-кишечного тракта, постепенное усвоение, наполнение организма вот макро-микроэлементами, минералами. Естественно, не только это важно. Естественно, важно и много питья по-прежнему, да. Естественно, важно постепенное наращивание физических нагрузок, прогулки. Если мы увеличиваем, да, время прогулок на свежем воздухе, ну, я понимаю, что осень и зима не всегда удачная погода, но пускай будут они непродолжительные, пускай они будут по 15, 20, 30 минут, когда это возможно, да. Вот, то есть это тоже очень важно. Важно применение в помещении нашего аромодиффузора с эфирными маслами, ведь у нас есть ряд аромамасел, которые помогают убрать депрессивный фон, которые воздействуют положительно на центральную нервную систему, на клеточном уровне, которые улучшают настроение, которые налаживают сон. Человеку важно высыпаться не менее 8 часов в день. Качественный сон способствует, ну, улучшению и качества жизни, да. И, между прочим, качественный полноценный сон уже доказано, во многом сказывается и на продолжительности жизни, то есть во время сна организм восстанавливается, поэтому важно, чтобы сон был полноценным, да, глубоким, без просыпаний, без подскакиваний каких-то, да, без нарушений сна, без тяжелых сновидений и с нормальным подъемом, нетяжелым утром, да. То есть уже это свидетельствует о том, что организм во время сна восстановился. Давайте поговорим сейчас, какие у вас есть вопросы ко мне. Может, кто-то хочет что-то дополнить, потому что я знаю, что есть большая практика восстановления даже после, ну, ковидной инфекции. Наталья, здесь можно только дополнить Юлия Сафонова, Белгородская область. То, что артишок и флоромакс – это всегда самое первое, что мы используем для того, чтобы вывести интоксикацию из организма, потому что даже когда мы касались выпадения волос после ковида, первое – это нужно начинать с вывода интоксикации в организме, а потом мы уже переходим на программу восстановления, потому что волосы выпадали только для того, чтобы… Это, как сказал главный трихолог, вот я смотрела его эфир, когда самый первый, который был, самые первые моменты ковида, когда первая волна пошла. Он сказал, что организм сбрасывает волосы как балласт для восстановления. Поэтому вот запомните, первое, что мы делаем, мы сначала выводим. И чтобы не заболеть, вот у меня прям срывалось с языка, вот Наталья об этом уже сказала, рот – это наше самое грязное место. И там собирается вся грязь. Поэтому первое, что я рекомендую всегда делать, это делать полоскушки с маслами. На соль самое элементарное. Чайное дерево, лаванда, работает отлично. И грейпфрут, нигенол. Чтобы не впадать в состояние, когда уже нет сил что-то делать, уже люди лежат пластом, особенно как это было с ковидом, когда нет возможности выйти погулять на воздухе, я говорила, одевайтесь и выходите на балкон. Или открывайте окно, дышите носиком оттуда. Потому что кислород здесь необходим. Дыхательные упражнения однозначно нужны, потому что здесь легкие страдали. И недостаток кислорода, он всегда свой негативный аспект несет. Вообще я должна вот сказать, и Юлечка сказала про дыхательные упражнения, спасибо большое, да, дыхательные практики. Они нужны как во время заболевания, вы можете это в интернете все изучить, да, диафрагмальное дыхание и прочие вещи. Когда это еще и сочетается с нашей аромотерапией, с эфирными маслами, намного эффективнее. Но сами по себе дыхательные практики, их нужно продолжать и дальше, в период восстановления, длительно. И потом поддерживать себя постоянно, регулярно дыхательными практиками. Это очень важно, диафрагмальное дыхание. Ну, как бы, я же говорю, я не буду сейчас лекцию на эту тему читать. Вот, но это крайне важно. То есть недостаточно просто запихивать в себя капсулы и сиропы. Достаточно нужно работать со своим организмом комплексно, да, это и положительные мысли, и понимание. Вообще не впадать в панику, а понимать, что болезнь, вот, вирусы сейчас, они настолько серьезные, они настолько порой сложные. И потом мы идем в коллектив, мы опять же обмениваемся вирусами. И дети, и в школе, и в садике, и в институтах, там, и где-то в офисах. Все это постоянно идет. Обмен вирусами. То есть, а вы только-только вышли из вирусной инфекции. Поэтому поддержка организма нужна постоянно, регулярно. Это должно быть как здрасте, как утром и вечером, там, может быть, еще днем почистить зубы, умыться там и так далее. То есть в течение дня вы наносите там, когда возможно, на какие-то точечки, да, либо бальзам альпийские травы, либо какое-то эфирное масло, которое вам нравится, либо композиция по иммунной системе, по восстановлению. Используйте наши композиции. Дыши, гигея, масло 33 травы, желудочно-кишечный тракт. Подключайте и крем Кимьян. И это значит уже три раза в день, да? Ну, может быть, два раза в день. Плюс композицию Аймстронг, которая работает по желудочно-кишечному тракту, по нормализации работы печени, кишечника и, соответственно, по иммунной системе. Все эфирные масла, они все расшлаковщики, значит, они тоже нам помогают в этом процессе. То есть какие-то моменты вы работаете для себя систему, как вам удобно. Допустим, что-то принимать вам удобно там утром, вечером, да? Там я имею в виду сиропы, там табликированные, капсулированные формы. Вот. А что-то вы можете использовать как ингаляция в течение дня для восстановления. Тот же самый наш спрей «Мамма миа», он будет продолжать очищать бронхолегочную систему, носоглотку. У многих идут как бы длительно еще остаточные явления, у кого слабое место нос, гайморовые пазухи. Вот вся наша ароматерапия, она способствует выведению из этого состояния, да? Она помогает даже излечиться от хронического гайморита, который мог выстрелить, да, у вас вот после даже респираторно-вирусной инфекции, хвостом таким. Ни в коем, потому что никакие, да, аптечные капли, спреи, они работают сосудосуживающе сильно, да? Они суживают, дают возможность дышать. Но их нельзя использовать больше пяти дней, это максимум. А, как правило, это у людей уже такая проблема, которая длится месяцами. То есть вы можете выйти из этого... ...нароматерапия, да, прежде чем ароматерапия. И суживающие вещи, а днем, пожалуйста, дышите эфирными маслами. И у вас постепенно нос слизистая начнет реагировать, не сразу, но постепенно. И, конечно, подключаем анигинол, который вот работает как антигистаминный продукт, да, как противоаллергический и так далее. Еще есть какие-то вопросы? Наталья, у нас Яполонсил идет для разгона лимфы. Я все время их путаю. Да, да. Лимфа тоже это одно из тех мест, которыми надо заниматься в первую очередь для восстановления. Да, ну потому что здесь еще входит в состав композиции фенхель, а фенхель противоотечный, а отечная система, значит, это прежде всего... Ну, когда мы отеки получаем, это прежде всего застой лимфы, лимфостазы так называемые, да. Поэтому разгоняется лимфоток, да. Можно делать тоже слизистой. Можно через стопы, можно через стопы также работать. Через стопы великолепно работает, одну каплю взяли и через стопы... Можно через стопы, можно по лимфоузлам использовать, тоже эффективное средство, которое работает отлично. Если мы говорим о лимфосистеме, то ее легко запускать через кубок, потому что кубок напрямую связан с кровеносной системой, а кровеносная с лимфосистемой. И через кубок там, это вот центральный узел, который, ну, всей лимфосистемы, да, вот, ну, как головной мозг у нас там, допустим, да, а в этом плане это кубок. Потому что никакие другие точки вот у нас на теле, они не сработают по всей лимфосистеме. А здесь вот как огромный такой большой лимфоузел, вот, поэтому одна капелька в кубок, можете с кремом Кимьян, там, можете с кремом Каленгола, там, с каким хотите таким, да, что есть там под рукой, базовое масло. Одна капля и прямо внутрь кубочка вот так слегка вмассировали. Все, этого достаточно. Еще есть какие-то вопросы? Смотрите, деткам, если мы говорим о массажных и прочих смесях, мы применяем это и в постгриппозный период, да, после респираторно-вирусных инфекций. На ночь вы можете детишкам делать массажики, там уже использование масел в зависимости от возраста, то есть важно не передозировать. Сделайте смесь на базовом масле в очень маленьком там разведении, тогда используйте. До трех лет это очень важно. Ну что, если вопросов больше нет, тогда я попрошу, там будет у нас эфир в записи. Пожалуйста, предлагайте своим людям, знакомым, посмотреть этот прямой эфир, кто не смог сегодня поучаствовать. Я знаю, что таких людей много, кто-то занят и ждут именно записи прямых эфиров, потому что действительно восстановление бывает очень сложным процессом. Иногда даже мы говорим, да, важно, что вы справились с самим заболеванием вплоть до коронавируса, вы справились, организм вышел из этого. Но не менее важно восстановить свой организм, избежать тяжелых последствий и восстановить свой организм после перенесенной тяжелого вирусного заболевания. Очень важно, поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание, дайте впоследствии посмотреть и послушать наш прямой эфир как можно большему количеству людей и, пожалуйста, пишите свои комментарии в комментариях в записи. Все тогда, если вопросов нет, всем все понятно. Я благодарю всех, кто смотрел и слушал сегодняшний эфир. Надеюсь, что было много полезного для вас. Ну и до следующей встречи. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо, Наташа, все было понятно, доступно. Благодарю вас. Хорошо, используйте все, что услышали. До следующей субботы. Следующая суббота у нас будет касаться темы ухода за собой, да, уходовые наши вещи, косметика для разных типов кожи. Вот такой небольшой анонс. Спасибо. Спасибо большое, все хорошо, понятно. Игорь, всем до встречи. Да, до следующей встречи. Все, запись можно выключать. Спасибо. Сейчас Натали, Игоря нет. Вот. Спасибо.